Прошло уже три месяца, мы, как мы были в клинике Василенко, уехали, слава Богу, благополучно, и началась совершенно новая жизнь, потому что, когда мы приехали, все было разрушено, как в личных отношениях, никаких профессиональных отношений, естественно, не было ни работы, ничего. Как бы приехали мы, согласно рекомендации докторов, как бы еще в центре мы установили границы нашего общения. То есть, поскольку на данный момент сын не жил с нами, то стал вопрос, как он будет жить, где он будет жить, или у себя дома, или у нас. Ну, пришли к тому выводу, что он попробует жить один, как бы в том же доме, где он и жил, и посмотрим как. Так, ну, в результате, как бы, он пробыл дома только один день, потому что его кто-то там увидел, и, как бы, начали искать общение с ним. Он позвонил мне, сказал, что, как бы, отбился от всех, в каком смысле отбился, то есть, кого-то там увидел, сказал, что с людьми, которые употребляют, он не общается, и, как бы, чтобы избежать каких-то там личностных встреч, он сказал, что будет жить у нас дома. Так и вышло. Он приехал к нам, но, как бы, по словам соседей, там периодически появлялись, как бы, люди, которые употребляют бывшие. Да, он уже был у нас, но там периодически, как бы, проверяли, там он или где, или нет. В общем-то, мы поняли, что это всё очень серьёзно, и тогда было принято решение, что он всё-таки будет жить у нас, как бы. Стал вопрос о работе. Как жить, за что жить? Ну, в принципе, он сразу сказал, что, чтобы не скучать и не было дурных мыслей, то я хочу пойти на работу. Как бы, мы нашли работу, он водителем стал работать. Для себя, как отдушину, он определил это онлайн-сеансы. Он, как бы, это было уже, как правило, по пятницам он заходил в гипнотарий. Гипнотарий нет? Да, 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 да. И это ему очень помогало. Вот это, как бы, после сеанса уходило всё. И когда были такие серьёзные моменты, там что-то у него не ладилось, он говорил, мама, всё, меня не трогайте, я ушёл в свою комнату, как бы, я захожу в гипнотарий. И, как бы, это ему помогало. Вот я действительно хочу сказать, что действительно это помогает, и это обязательно надо после окончания лечения. Как поддержка, да, как поддержка. Я хочу сказать, что я благодарна судьбе, благодарна Богу, что всё-таки мы открыли для себя эту клинику. Открыли этот, я могу сказать, что коллектив этой клиники, это вообще что-то уникальное. Ну, как бы, я всем говорю, с кем общаюсь, и здесь уже общалась с родителями, много задают вопросов, зная, что мы приехали через три месяца. Как бы, где я не была в любой платной клинике, ну, не в каждой встретишь такое отношение. Тем более, при таком сложном, так сказать, диагнозе, заболевании, как наркомания. Поэтому это внимание, вот это тепло докторов, всего коллектива, вот это моё мнение, я думаю, это мнение всех, кто был в этой клинике. Оно создаёт какой-то особенный микроклимат, который помогает всё-таки ребятам, зарождает в них чувство достоинства человеческого. То есть, что у них ещё не всё потеряно, и меня воспринимают как человека, как члена общества, и я должен, как бы, всё-таки бороться и победить это своё заболевание. Мы ехали сюда, вот вы не поверите, мы ехали как во второй дом, это действительно так, это было какое-то волнение. Мы весь вечер в поезд сели вечером, говорили о центре, говорили о тех ребятах, которые были с нами, созванивались с ними. Ну, и в конце концов, ночью не спали ни я, ни он, было какое-то такое приятное волнение. И приехали как в родной дом. Стены, улыбки, все рады, что вот вышло так, что он действительно трезв, хотя очень тяжело шло лечение. Любимая фраза у моего сына – трезвость – это так круто. Всё возможно, всё возможно, надо только приложить терпение, как бы, над собой работать обязательно, потому что тоже, как бы, я для себя поняла, что то, что мой сын наркоман, как бы, ну, 50 на 50 – моя «заслуга» в кавычках. Потому что моя гиперопека, моё, то есть всегда вот тебе что-то надо, на-на, пожалуйста, любимый, дорогой, лишь бы только ты мне не создавал проблем. Это привело к такому тяжёлому заболеванию. Поэтому, в первую очередь, для родителей работа над собой. Всё в комплексе. Да, в комплексе, ну и работа над своими детьми.